25 лет назад, 24 марта 1999 года, авиация стран НАТО начала бомбардировки Югославии, страны в самом центре Европы. Операцию под кодовым названием «Союзная сила» возглавляли Соединенные Штаты. Эти атаки они объясняли желанием свергнуть преступный, по их мнению, режим югославского лидера Слободана Милошевича. Саму страну они хотели разделить на части, демилитаризовать и разместить на ее территории базы Альянса. Столицу Югославии Белград и многие другие города страны бомбили 78 дней подряд. Официальными целями операции были объявлены военные объекты, но очень скоро под ударом оказалась вся инфраструктура. Бомбы прилетали по заводам, электростанциям, мостам, школам, больницам и жилым домам. В результате действий Альянса погибли более полутора тысяч мирных жителей. В НАТО это назвали сопутствующим ущербом. Но почему на самом деле США и их европейские союзники бомбили Югославию? Чем они оправдывали такое количество погибших? И действительно ли режим Милошевича был чудовищной диктатурой, от которой следовало избавиться военным путем? Не забывайте ставить лайк, подписываться на теорию всего и жать колокол. Все ответы в нашем ролике. Теория всего Обретение государства В 1918 году после распада Австро-Венгрии югославянские земли объединились в королевство сербов, хорватов и славянцев, позже переименованное в Югославию. После Второй мировой войны Югославия оказалась в советской сфере влияния и была преобразована по советскому образцу. В тот момент в ее состав входили шесть республик. Сербия, которая включала в себя два автономных региона Косово и Воеводина, Черногория, Хорватия, Словения, Македония и Босния и Герцеговина. Югославия была одной из самых благополучных стран соцлагеря с высоким уровнем жизни, развитой промышленностью и рыночной экономикой. Ее бессменный лидер Иосип Брос Тита благодаря своему авторитету умело сдерживал этнические противоречия, которые неизбежно возникали практически во всех республиках многонациональной страны, но больше всего в Косове, населенном сербами и албанцами. Косово для сербов как Иерусалим для евреев, как Мекка для мусульман, как Ватикан для католиков. Поэтому мы никогда не признаем самопровозглашенную независимость Косово. В годы Второй мировой войны большая часть Косово была оккупирована Италией и включена в состав Албании. Сто тысяч сербов были вынуждены покинуть родные земли. Больше десяти тысяч были убиты вооруженными албанскими формированиями. При этом на их земли переселились около ста тысяч албанцев. После освобождения Косово в 1944 году армия Югославии столкнулась с серьезным сопротивлением косовских албанцев. Они были недовольны тем, что Косово вновь стало частью Сербии. Чтобы успокоить волнение, Иосиф Бростита запретил изгнанным сербам переселяться в Косово и пообещал рассмотреть вопрос о возможном объединении Югославии с Албанией. В 1946 году Косово впервые получило статус автономной области в составе Сербии. Тем не менее, среди албанского населения усиливались сепаратистские настроения. В начале 80-х, практически сразу после смерти Тита, в Югославских республиках активизировались националистические движения. Хорваты и боснийцы требовали независимости, а сербы выступали за сохранение единой Югославии. В то время к власти пришел Слободан Милошевич. В 1989 году он был избран президентом Сербии и фактически стал лидером всей Югославии. Время распада К началу 90-х все государства соцлагеря трещали по швам. Исключением не стало и Югославия. В декабре 1991 распался СССР. В том же году из состава Югославии решили выйти четыре республики – Словения, Хорватия, Македония и Босния и Герцеговина. 25 июня 1991 года провозгласила независимость Словения. Несмотря на попытку Белграда восстановить контроль, после десятидневной войны Словения стала независимой. Затем война разгорелась и в другой части Югославии – Хорватии. Югославские войска подвергали мощнейшим обстрелам хорватские города, не считаясь с ущербом мирному населению. Не были исключением и расстрелы военно-пленных. Хорватские сепаратисты также отвечали максимальной жестокостью. В результате этнических чисток десятки тысяч сербов бежали из Хорватии. С 1992 года гражданская война шла и в соседней Боснии и Герцеговине, где жили в основном боснийские мусульмане, православные сербы и хорваты-католики. Силы ООН, первоначально развернутые в Хорватии, были переброшены в Боснию и Герцеговину. Совет безопасности предоставил право миротворцам применять оружие, а в случае эскалации конфликта в дело могла вступить и авиация НАТО. Для мусульман эта война приобрела характер джихада. В подразделениях армии Боснии и Герцеговины воевали тысячи исламских боевиков со всего мира, в том числе представители аль-Каиды. Они грабили и сжигали целые деревни. Всего были убиты более трех с половиной тысяч мирных сербов. По версии Международного трибунала, в ответ сербы казнили не менее 8 тысяч боснийских мусульман. Сербские власти долгое время утверждали, что были убиты не больше ста военнопленных. Позже в братских могилах на территории анклава были обнаружены около трех тысяч тел, среди которых были и мусульманские боевики, и сербские военнослужащие, и мирные жители. В августе 95-го к конфликту подключились войска НАТО. Они наносили массированные воздушные удары по позициям боснийских сербов. В результате последние признали поражение. 14 декабря 1995-го были подписаны Дейтонские соглашения, которые положили конец противостоянию и подтвердили независимость Боснии и Герцеговины. Но, как оказалось позже, операция в Боснии была лишь подготовкой НАТО к бомбардировкам Белграда и отчуждению Косово от Сербии. Косово – это Сербия Еще в 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич утвердил новую конституцию, которая радикально урезала автономию Косово. После этого местный парламент был распущен, прекратилось теле- и радиовещание на албанском языке, албанцев стали увольнять из госструктур, а в школах перестали преподавать на албанском. В результате регион захлестнули массовые акции протеста. В 1990 году в Косове было введено чрезвычайное положение. Через год в регионе прошел референдум о независимости, который бойкотировали проживавшие там сербы. Албанцы же в абсолютном большинстве проголосовали за, но независимость Косово в итоге признала только Албания. К 1998 году сторонники независимости создали освободительную армию Косово, которая начала вооруженную борьбу за отделение. Ее ряды пополняли радикально настроенные косовские албанцы, проходившие подготовку в специальных лагерях на территории Албании. Они нападали на полицейских и погранзаставы, атаковали села, где жили сербы и похищали людей. Для борьбы с ними Белград задействовал не только полицейских, но и армейские подразделения. Фактически в стране разгорелась очередная гражданская война. Совбез ООН призывал сербов к прекращению огня, обязывал вывести войска и создать условия для постоянного международного наблюдения в Косове, а также начать переговоры с албанской стороной. Но у НАТО был заготовлен собственный сценарий. Альянс планировал военную операцию, целью которой было устранение режима Слободана Милошевича. Его обвиняли в развязывании югославских войн, геноциде хорватов и боснийских мусульман. В американских газетах президента Югославии сравнивали с Гитлером и называли «балканским мясником». 13 октября 1998 Милошевичу выдвинули ультиматум. Если через четыре дня условия Совбеза не будут приняты, НАТО начнет бомбардировки Югославии. Политик был вынужден согласиться на вывод армейских подразделений из Косово и сокращение численности полицейских, а также на ввод в регион полутора тысяч наблюдателей миссии ОБСЕ. Кроме того, альянсу был предоставлен доступ к воздушному пространству над Косово. Принуждение к миру Непосредственным поводом для вмешательства НАТО в конфликт стал инцидент в Косовской деревне Рачак. 15 января 1999 сербские власти провели на ее территории антитеррористическую операцию, в результате которой были убиты 40 человек. По данным официальных властей, в деревне располагался штаб албанцев и находился отряд из 126 боевиков. На следующее утро в деревню вошли наблюдатели ОБСЕ под руководством американца Уильяма Уокера. На месте событий он заявил журналистам, что произошло массовое убийство мирных граждан. Совбез ООН решительно осудил действия сербских властей и подчеркнул, что жертвами операции стали гражданские лица, в том числе женщины и по меньшей мере один ребенок. Госсекретарь США Мадлен Олбрейт предложила НАТО ускорить начало военной операции. Она заручилась поддержкой администрации президента и руководства Пентагона. 18 марта 1999 США и Великобритания представили югославским властям свой проект «Урегулирование», который предусматривал полную политическую автономию Косова, требовал вывода войск с территории самопровозглашенной республики и фактически передавал ее под управление НАТО. К тому же в нем оговаривались особые льготы для натовских сил, в частности размещение подразделений и свободное перемещение военных по всей территории Сербии и Черногории. Югославская сторона восприняла эти пункты как покушение на суверенитет и отказалась подписывать документ. Сербские лидеры отказались даже обсуждать ключевые элементы мирного соглашения. Пока косовары говорили «да миру», Сербия разместила 40 тысяч солдат в Косово и вокруг него в рамках подготовки к крупному наступлению. Отказ от соглашения стал формальным поводом, позволившим НАТО начать операцию «Союзная сила». Ее полностью поддержал президент США Билл Клинтон, а также премьер Великобритании Тони Блэр. При этом действия НАТО нарушали не только устав самого Альянса, но и устав Организации Объединенных Наций, запрещающий применение силы, не связанное с обороной, без санкции Совбеза. А в него США обращаться не стали, опасались, что Россия или Китай наложат на резолюцию ВЕТА. Консультации с Москвой, как с членом переговорной группы по Косово, не проводили, а лишь уведомили о начале бомбардировок. Премьер-министр России Евгений Примаков в тот момент летел на переговоры в США. Узнав о случившемся, он приказал развернуть правительственный борт прямо над океаном и возвращаться в Москву. Это событие вошло в историю как разворот над Атлантикой. К слову, одним из наиболее ярых сторонников применения силы против Белграда был нынешний президент США Джо Байден, который в то время был членом Сената. Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты. Главной задачей операции в Альянсе называли предотвращение геноцида косовских албанцев, в котором обвиняли Милошевича. Однако, по оценке экспертов, НАТО во многом преследовало геополитические цели. США хотели отделить Косово от Сербии и разместить там свою военную базу, чтобы усилить позиции в регионе. Россия и Китай открыто выступили против военной операции. В день ее начала Кремль обратился к Совету безопасности ООН с требованием немедленного прекращения боевых действий. Но резолюция была встречена холодно. Всего три страны из 15 – Россия, Китай и Намибия – проголосовали за немедленное прекращение огня. Операция «Союзная сила» началась 24 марта 1999 – 8 часов вечера. В Белграде завыли сирены. Небо озарили два оранжевых взрыва. Это были попадания по военной базе. НАТО начало массированные воздушные бомбардировки. В операции участвовали 18 стран блока во главе с США. Единственным членом НАТО, не бомбившим Югославию, и отказавшимся предоставить свои военные аэродромы и солдат, была Греция. Греки считали сербов братским народом. Первый авианалет длился до 4 утра. Один из первых ударов пришелся по телебашне. Бомбы сбрасывали на военные базы, казармы, командные пункты, склады и аэродромы. Были разрушены три моста через Дунай. Повреждены около полусотни объектов. За первую неделю самолеты совершили больше тысячи вылетов. Бомбили не только военные объекты, но и всю критическую инфраструктуру страны. Школы, больницы, жилые дома. А жертвы среди мирного населения представители НАТО называли сопутствующим ущербом. НАТО настаивает, что удары против Югославии будут продолжаться. 12 апреля ракеты попали прямо в пассажирский поезд, который шел по мосту около города Ниж. Погибли 15 пассажиров, 44 были ранены. В НАТО заявили, что попали в поезд по ошибке. Мне вот что не дает покоя. Допустим, первая бомба была ошибкой, но зачем остальные? После того, как была сброшена третья бомба, я решил, что это никогда не кончится. Только представьте, через пять минут после первых двух бомб еще одна, а затем еще и еще я был в шоке. Россия, Швейцария, Греция и Австрия доставляли в регион гуманитарную помощь. Российское МЧС развернуло в Сербии мобильный госпиталь, который за два месяца оказал помощь трем тысячам пострадавших. НАТО заявляет, что поезд не был целью атаки. Несмотря на потери среди мирных жителей, НАТО заявляет, что послаблений в бомбардировках не будет. На территории Югославии было объявлено военное положение. Милошевич был готов пойти на уступки при условии остановки бомбардировок. Но для Запада этого оказалось недостаточно. Там требовали полной капитуляции. 6 апреля Милошевич обратился к президенту России Борису Ельцину с просьбой принять Югославию в Российско-Белорусский союз. После этого в Белград отправился глава Белоруссии Александр Лукашенко. Мой визит в Югославию в это тяжелое время может хоть на какие-то миллиметры, хоть немного приблизить ту проблему, которая там сложилась, и те тяжелые события, которые там разворачиваются, к какой-то развязке. Но принять Югославию в союз так и не решились. Ельцин опасался прямой конфронтации с США и заявил, что не даст втянуть Россию в войну. После этого Москва и Вашингтон начали вырабатывать совместное решение по урегулированию ситуации на Балканах. К концу весны интенсивность авианалетов усилилась. Поздно вечером 7 мая две ракеты попали в здание китайского посольства Белграде. Погибли три гражданина КНР. Это вызвало взрыв антиамериканских настроений в Китае. Тысячи людей вышли на митинг к посольству США в Пекине. Удар по посольству Китая осложнил процесс мирового урегулирования. В Штатах заявили, что самолет атаковал неправильную цель. Якобы посольство перепутали с военным объектом. Трагическая ошибка. 20 мая был нанесен удар по больнице в центре города, недалеко от военных казарм. По официальной версии, одна из ракет отклонилась от цели. Погибли десять человек. Пострадал роддом, где находились беременные и роженицы. Я забежал внутрь, нашел своих. Жена рыдала. И тут медсестра схватила меня и потащила к новорожденным. Их было шесть или семь. Она сунула мне в руки двоих и крикнула, помоги, неси их в подвал. Под ударами оказались и те, кого Альянс обещал защитить. Албанские беженцы. Десятки мирных жителей погибли в результате авиаудара по колонне гражданских автомобилей. Пилоты приняли ее за югославскую бронетехнику. Самолеты НАТО открыли огонь по колонне беженцев, покидающих Косово. Еще один удар авиация нанесла по Косовской деревне, где должны были находиться сербские военные. Но под огнем опять оказались сотни албанцев. Погибли 50 человек. Это была еще одна ночь, когда самолеты НАТО бомбили территорию Сербии. Бомбардировки продолжались 78 дней. Авиация совершила свыше 38 тысяч боевых вылетов. В 2000 году в НАТО признали, что на Югославию было сброшено около 31 тысячи снарядов с обедненным ураном. На карте, опубликованной на сайте Альянса, указаны даты и районы применения таких снарядов. Эксперты в ООН пришли к выводу, что уровень заражения не представляет значительного риска. Кроме того, организация не приняла ни одного документа, который бы запрещал такие боеприпасы. Но жители Сербии уверены, что из-за обедненного урана в стране выросло количество онкологических заболеваний. В числе заболевших оказались и военные НАТО, которые принимали участие в операции. В мой офис обратились с исками 3500 человек. Это солдаты, полицейские, резервисты и гражданские лица, проживающие на территории Южной Сербии, Косово и Метохии, которые считают, что их рак является следствием применения обедненного урана. Треть от общего числа НАТОвских атак более 3000 ударов пришлась на гражданские объекты. В результате погибли до 2500 человек, а свыше 10 тысяч получили ранения. Югославия полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Были разрушены мосты и дороги, аэродромы, вокзалы, электростанции и фабрики. Уничтожены несколько тысяч жилых домов, две тысячи школ, три телецентра, десятки больниц и памятников культуры. А в результате бомбардировок нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов токсичными веществами были заражены водоемы. Мир на крови Давление на Белград нарастало по всем направлениям. 27 мая Гаагский трибунал обвинил Милошевича в совершении военных преступлений в Косове. На следующий день состоялась десятичасовая встреча президента Югославии с российским спецпредставителем Виктором Черномырдиным, который транслировал позицию в США. Переговоры шли трудно и часто были на грани срыва. Но в итоге Милошевич принял все условия. Он согласился на вывод югославских войск из Косово и позволил НАТО ввести туда миротворческий контингент. Россия рассчитывала взять под контроль сектор, населенный сербами. Но американцы, несмотря на предварительное согласие, запретили это делать. Тогда в Москве приняли решение перебросить в Косово десант за день до прибытия в регион остальных миротворцев. За одну ночь колонна российских десантников в количестве 200 человек преодолела 600 километров и заняла аэропорт косовской столицы Приштины. После этого контингент был увеличен до 3600 военных. Российские миротворческие силы были развернуты по всему Косово независимо от НАТО и оставались там до 2003 года. Вскоре после завершения операции «Союзная сила» в Сербии сменилась власть. Слободан Милошевич подал в отставку, а позже был арестован и передан Гаагскому трибуналу. В 2006 году он умер от инфаркта в тюрьме, не дождавшись вынесения приговора. В том же году Югославия окончательно прекратила свое существование. Ни один человек из командования НАТО не был привлечен к ответственности за жестокие бомбардировки, повлекшие массовые жертвы среди мирного населения. Международный трибунал не признал, что силы Альянса совершали целенаправленные атаки на гражданские объекты или нарушали международное гуманитарное право. Двумя годами позже, 17 февраля 2008, парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость. Сейчас ее признают 94 государства, среди которых большинство стран Евросоюза и США. 109 стран, в том числе Сербия, Россия и Китай не признают Косово как отдельное государство. Конфликты между сербами и косовскими албанцами продолжаются до сих пор. Очередное обострение началось летом 2022 года, когда Приштина потребовала от проживающих в регионе сербов перерегистрировать автомобильные номера и документы на местные. Европейский союз призывает стороны к диалогу, а НАТО усиливает военное присутствие. Госдеп США в начале 2024 года одобрил продажу Косову 250 противотанковых ракет «Дживелин». Как по-вашему, оправдано ли действие НАТО в Югославии? Есть ли мирное решение косовской проблемы? И может ли на Балканах снова вспыхнуть война? Пишите свои мнения в комментах, ставьте лайк, подписывайтесь на теорию всего и жмите колокол, чтобы увидеть больше захватывающих историй.